Сегодня Александр Заборских, мастер Хлудневской игрушки, показывает, как сделать Хлудневский свисток. С вами сегодня я, Илья Калашников, на волшебстве керамики. Здравствуйте! Друзья, с 25 по 29 ноября у нас начнется новая гончарная интенсивная программа. Мы научимся крутить плошки, кружки, крынки, горшочки и даже соберем чайник, чтобы в новогоднюю ночь пить чай из собственноручно сделанной посуды. Обучение будет проходить в Подмосковье. Ссылка в описании. Я хочу показать, как делают свисток у нас в деревне Хлуднево. Свисток делается по принципу пельменя. Делается заготовочка. Шарик. Катаем шарик. Потом расплющиваем вот этим местом, разбиваем, делаем такой, типа тарелочки. Да, 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 да. Потом смачиваем пальчик и... Хорошее место, кстати. Да. Вот здесь. Да, да, да. И делаем такую тарелочку, проходим. Заготовочку нашу. Смачивать обязательно, да? Ну, чтобы пальчик скользил, удобно. Наша глинка очень хорошо скользится. Прямо, видишь, пальчики чистые такие. Работать одно удовольствие. Вот. Берем кусочек глинки, делаем столбик такой. А тонкая она должна быть? Да, достаточно. Чем тоньше, тем лучше, в принципе. Ну, совсем тонко будет разваливаться. Ну, естественно. Вот надо какую-то середину. Делали. Берем столбик. Столбик. Кладем его сюда так, чтобы кончик был вровень с краем. Это вот сюда? Да. Вот. И здесь серединку чуть-чуть примазываем, чтобы он держался у нас. Вот сюда. Раз, пальчиком. Теперь берем в левую руку, как ножницы. Вот так. И правой замыкаем здесь носик. И так вот обжимаем, обмазываем. Вот так. Да-да-да. Пальчик внизу, чтобы он не вылезал наружу. И теперь наша задача соединить вот эти две части, чтобы внутри осталась полость. Мы соединяем, только не как пельмень, а чуть замазываем так, чтобы кругленький, чтобы пузечко было. Вот. Мы накладываем один на другой чуть-чуть и соединяем. Видишь как? Чуть одна ниже, другая. И мы ее стягиваем так вот. Раз, так вот. Вот мы стянули. Оп, пузечку прошли. И теперь делаем форму уже. Заглаживаем то, что есть. Вот я быстро делаю. Здесь уже все воздух держит. Все уже внутри пустота есть. Чем больше объем внутренней этой пустоты, тем ниже звук. Чем меньше, тем звук больше. Тон выше. Тон, да, тон. Теперь свистковое место мы чуть-чуть обжимаем так, чтобы оно было не очень толстым. Четыре пальчиком берем так. Четыре, вот так вот. Вот, вот, чуть-чуть так вот прокатываем. Обжимаем. Нормально все. Теперь берем ножичек и лишнее убираем. Она получается у нас ровная. Все. Вот у нас получилась заготовочка куржубка. Куржубка. Куржубка, да. Куржубка. Да. По-старославянски это хвост. Что интересно, мы на одном фестивале встретились с гончаром из Краснодарского края. У них это называется жубка. Жубка. А у нас куржубка. Ну, вообще то же самое. Жубка. Жубка. Ну, жубка это, значит, связь как-то вот задняя часть хвоста тела. Вот это заготовочка. Птичка. Хвост. Хвост. Именно хвост что. А так это птичка. Нет. Это мы делаем, сейчас просто свисток. Или делаем сразу птичку. Ну, как хотите. Ну, вообще просто свисток, потому что мы в основном делаем на ножках, лежачки. Тут что-то должно быть потом уже. Доделаем. Долепливаем. Долепливаем, да. Вот когда работаешь, делаешь сразу там штук 50-х сделал таких. В рядочек сложил. Куржубок. Да. Это я помню, когда работал с Человеком Страхи и ездил в Хлуднево. В общем, проверять квитанции, ну, по работе. Захожу в один дом, по-моему, была она от Трифоновой Аксениевой. И у них на столе стол где-то, вот такой большой стол, весь-весь уложен такими кружубчиками, вот так вот в ряды. Я прикинул, где-то на штук 500 точно было. И они все сидят вокруг, лепят, лепят, складывают. И они, помню, пошутили. На, иди попробуй свисточек про коле. Я говорю, да ладно, смеяйтесь. Ну, так в шутку посмеялись, конечно. Вот это я запомнил на всю жизнь. Сколько их там было, прямо-то мне. А потом судьба привела. А потом все равно мне так и так в Хлуднево. Так, все, вот мы сделали кружубку. Теперь будем колоть свисток. Значит, берем палочку. Хлудневый, я называю, спица. Специальная? Береза. Ну, как, спица, палочка заточена специальным, под специальным углом. Это типа бук? Нет, это береза. Береза? Да. Подойдет? Ну, подходит. В принципе, можно работать с тем, очень хорошо кисточками, конечно. Тут очень важен этот угол, вот это вот схождение. Потому что... Ну, примерно тут 5-6 сантиметров. Да. Он влияет на скорость воздуха. А сейчас мы будем колоть, это мы будем колоть сопло. Сопло – это такое физическое определение отверстий, когда входящее отверстие больше, а выходящее меньше. За счет разницы объемов увеличивая скорость в несколько раз. И тогда на месте, там где порожек, за порожком образуется вакуум. Микровзрывы и к тому же еще разрезание струи, в общем, и закручивание там внутри. Все это вкупе образует свист. Вихревые потоки? Да, да, да. Все там довольно сложно. Так, ну все, хватит гладить. Да. Вот, такая же палочка. Да, значит, берем свистокчик так. Заготовочек нашу. Очень удобно, вот мне так нравится. Вот, большой пальчик должен ходить вот по всему этому, чтобы доставать. Значит, берем посерединке, так, отмечаем. И здесь отмечаем примерно сантиметром, чуть больше сантиметра. Точку ставим. Вот, теперь берем палочку, чтобы она на себя шла. Очень удобно, на себя. Пальчик ставим сюда и прокалываем так, чтобы она вышла точно на эту, в этом отверстие. И вот она вышла. А пальчиком мы как раз глинку подминаем. Чуть-чуть подальше. Маловато, маловато здесь. Будет очень коротко, разгона мало. И губой можно закрывать это отверстие. Значит, еще вот этот угол должен быть чуть поположе. Все-таки вот так вот, хотя бы, чтобы она вышла, лучше будет свистеть. А тут целых 2-2 сантиметра. Ну, полтора-два. Чтобы остался один уже после обрезки. Потом берем ножичек, аккуратненько. Ножичек должен быть тупой, чтобы не повредить палочку. Вот. И мы очистили, и тут чуть-чуть, так, чтобы все было чистенько. Все. Сколько еще сейчас? Ну, вот примерно, чтобы сантиметра. Вот так можно. В принципе, один-полтора сантиметра, чтобы разгон был, чтобы не закрывать отверстие. Вот так сантиметра хватает. Теперь очень аккуратно вынимаем. Прямо очень аккуратно, чтобы не повредить отверстие. Прямо как есть, и так вынимаем. Так. Теперь все то же самое. На пальчики держим. Теперь будем делать колодец. Значит, опускаем рядом, примерно в миллиметре вот этого, чуть-чуть отходим. Миллиметрик маленький. Вертикально. И опускаем вниз. И чувствуем пальчиком. Как почувствуем движение. Останавливаем. Давим, 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 давим. Колодец поглубже. До конца. Пальчик чувствует? Ага. Все, вынимаем. Аккуратненько. Начинаем расширять. Я расширяю за три раза. Вверх. Раз. Два. И до самого дна. И три. У нас получился колодец. И три. Так. Теперь нам надо расширить колодец и соединить его с полостью свистка. Мы должны вот этой палочкой туда ее поставить. И вдоль дна сделать такое движение сюда. Прижать кверху и на пальчики расплющить. Вот я показываю. Поставил. Вот я двигаю сюда. Начинаю его заворачивать. Сюда. В полость вошел. И он висит. Я пальчиком расплющу. Вот эта перекладинка должна быть острой. Чтобы рассекать воздушный поток. Вот аккуратненько. Вот у нас получилось. После этого мы опять вставляем. Чуть-чуть обжимаем слегка нашу спицу. Равняем вот эту перемычку. Она должна упираться точно в палочку. Нашу спицу. И. И она засвистела. Весь облой оттуда убираем. Чтобы все было чистенько. Чтобы не было никаких. И очень важно, чтобы вот это отверстие было вот именно таким, какой оно есть от палочки. Если мы будем так вот болтать, там будет сопла, не получится. Просто получится дыра. Естественно, скорости звук у нас не будет. Ну-ка, как свистнуть? Получится, нет? Во! Уже что-то свистит. Поэтому здесь такой прием используется. Когда мы вставляем, последний момент уже, да? Вот вставили мы сюда. И мы чуть-чуть обжимаем, чтобы место село точно по нашей спице. По палочке. Вот это. Вот вверх, вверх, вверх. Именно вверх, вверх. Нас интересует вот этот вверх. Вот. Когда он садится по месту. Раз. Все. Точно он, значит. Это мы чуть-чуть подправляем. И смотрим обязательно сюда, в каком состоянии наша перемычка. Ну-ка, вот сейчас должен хорошо свистеть. Вот эта наша перемычка должна быть видна. Она должна быть чуть-чуть видна, совсем чуть-чуть. Если она высоко, ее надо чуть опустить. Если ее не видно, ее надо приподнять. Если она под наклоном, ее надо выправить. Видно? То есть, она четко делит поток на два. Да. И вот это самый большой секрет, который мы ее не знают. Ну и все. Без него не будет? Нет, он будет шипеть, будет свистеть, посвистывать. Как-то что-то будет. Все равно что-то будет. Так, а вот эту стенку прямую тоже надо в хорошем состоянии держать. Да. Нигде не должно быть никакого ссора. Весь любой ссор будет мешать. Еще вот это вот, смотри, вот здесь, вот эта перемычка. Часто бывает вот здесь мы сделали, а по краям остались кусочки. Если чуть-чуть сопло направлено слегка, ну незаметно даже чуть вбок, она будет разбиваться боковую эту и будет шипеть. Поэтому тут уголки надо тоже чуть-чуть прожимать так, чтобы каждый уголочек был прожат. Именно уголочек все, чтобы четко было эта планочка. Вот так. А есть особенности именно Хлудневской или других свистков? Вот их делают. Вообще безсвистковые есть, в смысле бескамерные свистки есть. Ну уж у нас делают так. А так я в принципе мне все свистки делать. Технологии знаю. Бескамерные, это вообще. Берешь вот, просто сделал вот эту форму. Просто проколол, так вот очистил. Ну она по-любому, камера получается там, но она минимальная. Ну из целого куска. Потом берешь, делаешь такой, типа, как эта камера вроде получается. Вот сюда вставляешь, ну-ка, посмотрим. Вот за 5 секунд свисточек. Бескамерные, пожалуйста. Но он будет очень резкий. Ну да, он будет резкий. Ну вот, пожалуйста, он бескамерный. Будем фигурку делать какую-то. Ну, птичку можно. Да, птичку, самая простая. Да, вот что. Просто можно здесь слегка берем линку, так вот, вверх. Делаем носик и маленький оглук. И получается такая птичка. Вот такие птички мы находили в горных, на огородах, в хлудни. Вот такие вот. Это птичка, свисток называется товарняк. Так, вот план они были. Добить горшки в обжиге, да? Хорошо она так, прямо. Угу. Глина это себя ведет. Да, да. Ну да, теперь в конце можно делать уже свистковые, игровые отверстия. Это игровые отверстия. Вот, сделали. Часто бывает, пока туда-сюда мотаешь, вот это вот все время меняется. Мы прижимаем, все время меняется чуть-чуть свистковый этот весь узел. Ну, в принципе, все. Так, здесь главное расположение пальцев. Расположение, чтобы не было очень близко к этому. Потому что, если начинаешь вставлять, естественно, внутри глина вылезает. Она будет мешать свисту. Чуть подальше, вот, ближе к этому. Ближе к головке, да. Тогда она не будет участвовать в процессе свиста. Ну, там ничего не сделаешь с этим облоем. Ничего, поэтому надо просто чуть-чуть удалять их. Ну, что-то свистит. Теперь надо просто вот в этом, этот узелочек, чуть-чуть подправлять. Естественно, мы где-то чуть-чуть двинули, что-то не так повернули. Повернули, где-то прижали. Это процесс. Поэтому я всегда свисток уже дорегулирую в самом конце, когда уже надо поставить изделие. Я его проверю, обжал, посмотрел сюда, свистнул и поставил, чтобы его больше не трогать. А вот интересно, ну-ка. Сейчас. О, мой выше. Да, значит, камера чуть-чуть меньше. Сейчас мой интересный момент получится. А можно надуть? Два свистка вместе. Кстати, вот, я делал раньше, не знаю, будет он свистеть, какой. Двойные свисточки. Ну, когда он хорошо сделал, он, конечно, там и побольше объемчик. Там эффект просто, ну, как у задеревья. Кстати, я ему показал, еще первый раз, когда я был на ладье, показал ему, он очень удивился, я ему подарил такой. И он расширил, сделал большую камеру, двухканалную. Посмотрите, друзья, сюжет, как Андрей играет. Да, задери на око-карине. Двойные. Ура! В прямом месте подуем одновременно. Просто. Сырое свистишь, ты зажимаешь, уже меняешь здесь положение сопла. Поэтому желательно сырыми не свистеть. Ну, в принципе. Чтобы воздухом не мешать. Чтобы сырым воздухом мы его размягчаем, он меняется уже, форма. Оп. Оп. Куры, кур. Типа, 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 типа. Куржубка. Куржубка. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. А мы зернышко им дадим. Кли-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Вот так можно играть. Ну вот. Наше произведение. Лепите, друзья, из сказочной и волшебной глины. Изучайте традиции. Поддерживайте нас. А с вами был я, Илья Калашников и Александр Заборских на волшебстве керамики. Всего доброго. До скорых встреч! Перевернем весь мир И слава, 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 слава ганчерам И слава, 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 слава ганчерам